Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Настал исторический момент. Олафу Шольцу опять стало смешно. Он вообще такой смешливый парень, вот только темы для юмора выбирает очень плохо. Правда, с последнего раза, когда Олаф Шольц смеялся, прошло уже довольно много времени. И, судя по всему, ситуация в Германии ему такой радости уже не доставляет. И вот на днях Олафу опять сделалось смешно. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Как указано на сайте Белого дома, Германия и Соединенные Штаты должны сыграть свою роль в сохранении мира во всем мире. Это особенно актуально, если принять во внимание российские действия, которые все еще продолжаются. И когда мы увидели это нелепое интервью, которое Путин дал, мы поняли, что он всегда говорит много лжи об истории этой войны, и очень легко понять, он хочет получить часть территории своих соседей. Просто империалистический империализм. И я считаю необходимым, чтобы мы сделали все возможное, чтобы поддержать наших союзников и дать им возможность защитить свою страну. Итак, я очень рад, что в Европе мы сейчас приняли решение об оказании необходимой финансовой поддержки бюджету, а также о том, что Германия была готова увеличить свою поддержку поставками оружия. Действительно, США и Европа буквально на корню скупали собственность у своего так называемого союзника. Выкачивали оттуда все, что можно, и строят из себя теперь защитников. Это у них была такая демократия, когда американские корпорации хищническими методами осваивают территории. А вот у России, вишь, империалистический империализм. Интересно слушать об этом от канцлера Германии, где, как справедливо отметил Владимир Владимирович, степень оккупации достигает таких величин, что даже собственных СМИ в стране не осталось. Одни американские. И это уже не говоря о военных базах США в Германии, которые прочно держат Олафа Шольца и вызывают у него такие внезапные приступы юмора. Недаром сегодня об этом же говорила и Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, которая дала обширное интервью газете «Известия». Это феноменально. Их реакция настолько изобличает лживость их подходов, что, честно говоря, в это даже невозможно поверить. «Вот посмотрите, у них случилась же истерика. Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно. Не смотрите. И пусть американский журналист не берет интервью», заявила дипломат. Она также добавила, что данный подход навсегда перечеркивает любые попытки США наделить себя функцией морального мерила или эталона в сфере прав человека, демократии и свободы слова. Вот как-то Сергей Викторович Лавров пару лет назад говорил, что есть такая игра, которая по-английски звучит как «ту-чик», «кто первый моргнет». «Вот в данном случае американцы моргнули, а потом заморгали», — пояснила она. Она также отметила, что данный пример отношения к работе американских журналистов, сразу идущий второй шар в лузу, поскольку на днях обладающий гражданством США чилийский журналист был до смерти замучен, и официальные лица не сказали об этом ни слова. Впрочем, американской элите сейчас вообще трудно. Уровень терпимости в обществе в отношении всех их фокусов драматически снижается, и американским политикам уже почти как Макрону все говорят вслух, в лицо, и главное, в самых жестких выражениях. Так на днях активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон в Колумбийском университете, назвали ее военным преступником и принялись скандировать лозунги в поддержку Палестины, следует из трансляции мероприятия. Спустя несколько секунд после начала выступления кто-то из зала обратился к экс-госсекретарю. «Хилари Дайана родом Клинтон», — раздалось из зала. «Да, это мое имя», — ответила Клинтон. «Вы — военный преступник», — кратко заключил активист, впоследствии выкрикнувший лозунги в поддержку стран Ближнего Востока и, в частности, Палестины. Следом за Клинтон выступала пост предс США при ООН Линда Томас Гринфилд. Ее активисты также прервали. Надо будет поинтересоваться при случае у госпожи Клинтона, кажется ли ей забавным или смехотворным, что у американских граждан почему-то взгляд на внешнюю политику США такой же, как и у Путина. И не усматривает Хилари империалистического империализма в действиях Америки по всему миру. А тем временем в России грядут революционные изменения. Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены возможности получать доходы в Российской Федерации. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в Телеграм-канале. «Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», – подчеркнул Володин. Он напомнил, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов. По словам Володина, речь идет о запрете гражданам и отечественным компаниям, независимо от форм собственности, размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Володин отметил, что в адрес депутатов Госдумы поступают многочисленные обращения граждан с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний. «Люди возмущены. Блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах на отечественных компаниях. Это недопустимо», – добавил Володин. Ранее замглавы Комитета палаты по информполитике Антон Горелкин сообщал, что законопроект о введении запрета на размещение рекламы на ресурсах лиц, признанных в Российской Федерации иноагентами, может быть вынесен в Госдуму до конца весенней сессии. В декабре 2023 года Володин в беседе с «Комсомольской правдой» заявил о необходимости как можно скорее решить вопрос, связанный с тем, что российские юридические и физические лица могут свободно размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов. По его словам, речь фактически идет о финансировании тех, кто ведет антироссийскую деятельность. В свою очередь глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев сообщал, что комиссия оперативно разработает необходимые поправки в законодательство. А тем временем в США вынесли свой приговор ФРГ, пока канцлер Шольц как раз находится там с визитом. Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. К такому положению дел привела конкуренция со стороны США, снижение интереса Китая к товарам ФРГ и энергетический кризис на фоне прекращения поставки российского газом, пишет агентство Bloomberg. По его данным, еще одной причиной упадка можно считать политический паралич, охвативший Берлин. Указывается, что дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят, вероятно, к концу. Агентство отмечает, что объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности. «Честно говоря, особой надежды нет», приводит Bloomberg слова Стефана Клеберта, генерального директора GEA группы EG, компании-поставщика производственного оборудования. «Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию». В публикации агентства подчеркивается, что основы промышленной машины Германии рухнули как домино из-за стремлений США конкурировать своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции и снижение интереса Китая к немецким товарам. Bloomberg выражает также уверенность в том, что последним ударом для некоторых производителей тяжелой промышленности стало отсутствие доступных ранее огромных объемов дешевого российского природного газа. На долю промышленного производства приходится около 20% ВВП Германии, что почти в два раза выше, чем в США. Министр финансов Кристиан Линднер ранее заявил, что на фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет. При этом из сентябрьского отчета Бундесбанка от ЦБ Германии следует, что спад промпроизводства не вызывает обеспокоенности, если будет проходить постепенно, пишет агентство. По предварительной оценке статистического бюро Дистетис в ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В 2023 году производство в обрабатывающем секторе снизилось на 1,5%, энергоемкое производство на 10,2%, химическая промышленность оказалась на самом низком уровне с 1995 года, спад на 10,2% по сравнению с 2022 годом. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.